всем привет друзья рад видеть вас у себя на канале все запустилась у нас лига рандума тот турнир которого все ждали и понаблюдал я что там происходит вообще другое совершенно видео планировалось на сегодня но сегодня будет фатальные ошибки то есть те которые допускают очень много игроков на все и насмотрелся на неправильные колоды еще на кучу всякого бреда то есть к сожалению видео моё хотя и было с недочетами про колоды нужно рассказать конечно чуть больше подробнее про все остальное поэтому сегодня этим мы с вами займемся присаживайтесь поудобнее кто кушает приятного аппетита маленькая пауза и будем разбирать до сих пор донатишь через игру фатальная ошибка я расскажу тебе почему донати через специальный магазин разработчиков много выгоднее потому что с последним поднятием цен теперь через магазин при покупке любых товаров мы получаем на 10 процентов больше а в нынешней ситуации поверьте мне это супер важно потому что чем больше больше вы экономите как это сделать переходим сайт маркета к плейру shop 148 выбираем нужный товар это обычная круговая площадка нет официальные сайты разработчиков здесь есть абсолютно все товары если вы не понимаете что платина это валюта которая конвертируется в любой товар при покупке вы получаете аккаунт и вы можете привести за нее все что угодно кристаллы пропуска любые это созданно для вашего удобства а также из пропуска здесь все плюс 10 и здесь отлично есть так же кристаллы 20 кристаллов за ту же сумму что в игре плюс 250 выбираю я свой айдишнику также выбирать свой айди плюс платформу а дальше вы можете ввести секретное слово а секретное слово это создано чтобы придержать любимого видео блогера или стримеры которые вам нравятся поэтому выбирайте моё ходовое слово оле вводите его при покупке можете написать мне конец сообщения обязательно вижу потому что они приходят мне в повещении и все сообщения я вижу после чего нажимаем отправить и вы выбираете любой удобный метод для оплаты все классно круто легко а главное то чтобы плюсе на 10 процентов поэтому пользуйтесь и так вот оно наше событие наш турнир наша лига рандума и как вы можете видеть за первый день количество побед которые сделали некоторые игроки она просто ну местами сумасшедшие и все от того что половина даже больше чем половина игроков по насобирала неправильных колод кто-то вообще не стал собирать колоды потому что как только вы открываете это событие обучающие пальчики предлагают вам сразу сыграть и вы несмотря нажимаете кнопку сыграть и в бой но есть одно но вы не составили колоды если вы сразу не составили колода я думаю таких игроков будет еще достаточно много вы запускаетесь от этой колодой также если вы составили одну колоду и решили сразу же есть играть и запускаетесь с одной колодой и получается четырьмя стандартными ваш оппонент просто блокирует одну единственную вашу играбельную колоду и вам ничего не остается кроме как проигрывает на стандартный очень много таких скринов я получил всего остального и это на самом деле смешно и обидно глупо потому что я сам чуть не пошел в бой и не стал такой же жертвой идиотизма касательно наград награды достаточно хорошие то есть если мы посмотрим это у нас не донатный не донатная ветка 500 кристаллов будет стоить уже стоит 2 ветка наград а ее можно приобрести сразу же но получить после пяти поражений как только вы закончите либо по завершению самого турнира поэтому скорее всего просто все по максимуму отыграют и получат здесь есть кристаллы фрагменты фрагменты героев ядра эссенция золото достаточное количество кстати золота 30000 а суммарно порядка 40 даже чуть более что еще имеется имеется сундуки с пылью и сундук архимага который зависит от вашей лиги и можно выбрать одну из двух предложенных легендарных карт по наградам понятное дело что там за первое место будет отображаться у вас профиль и вот как она сейчас пока что отображается знаком бойца и соответственно от места которое вы займете она будет отображать с этим все классно круто следующий момент одно из самых важных что может быть это заклинание большинство ребят заходит бой и сталкиваются с тем что им предлагают заклинание отдается не так много времени чтобы их прочитать а заранее никто с ними не ознакомился и они выбирают не то что рада а соперник как бы знающий выбрал все победил поэтому обязательно в базе знаний зайдите почитайте про модификаторы про заклинания чтобы быть готовым ко всему чтобы максимально быстро реагировать на то что вам предлагают а потому что ну их достаточно много то есть за одну две игры вы не сориентируетесь поэтому надо готовиться заранее если опять же выращена нацелены на какой-то высокий результат зашли в базу знаний почитали подготовились зашли выбрали правильную колоду и победили также предлагаю рассмотреть пару боев боев на интересных колодок которые мне понравились потому что урон как бы там небольшой и 200 250 местами там до 1 b конечно доходило но это очень редко потому что как правило все самые сильные колоды понятно делать и шапка это монах они все в бане поэтому две колоды посмотрим и проанализируем так мы на мы можем смотреть историю боев в турнире и просто посмотреть чем же играют игроки максимально не советую брать пятых зевсов те кто берут пятых зевсов это конечно ребята непонятно на что рассчитывают а потому что по характеристикам это как бы мало здесь нету даже увеличение шанса крита здесь скорость урона при прожатии тем более 5 зевс ну это ультра слабо спросом он абсолютно не пользуется поэтому даже не думайте ставить некроманта или зевса тот же самый трик стернул 15 смотрит куда его логичнее вот что и взял парень с играет колода барей точилка здесь опять же ребята пытаются некоторые играть инквизиторами и у них даже что-то получается вот кстати парень проиграл на красные шапочки очень странно монах монах плюс некромант некроманта не советую потому что там всего лишь точка для мгновенного убийства а лучше забустить опять же свою скорость атаки и урон той же гайки или русалкой очень много некромантов вижу очень много зевсов как правило всем хочется верить в то что он будет работать работает он так себе вот о чем я вам и говорил ребята ходят стандартными колодами тоже колода станцовщицы достаточно неплохая опять же монахи tesla часы с пятым зевсом самонадеянно и неплохое количество шапок кстати никто их почти не банит колода с задирой вот монах еще с усилищиком и пятым зевсом но монахом на самом деле для 2000 кольта можно стоять очень долго а также есть ребята которые берут 2 dd в одну колоду чудом каким-то он здесь победил но ни в коем случае не надо так делать вы всегда должны делать упор в одну dd пешку и играть относительно ее и выставлять какие-то саппорт пешечки подкачивать чтобы все было классно круто но 2 dd тем более dh задирая ну это как-то странно смотрится робот-часы робот-часы не советую одиннадцатых часов будет недостаточно плюс здесь не такое количество урона когда вы сможете оставить двух трех роботов души часами советую просто обычную dd колоду с роботом которые будут стоять культябки дх жрица ну очень большое разнообразие колод и как будто ребята просто много даже не продумали инквизитор с мари тоже герои не сочетающиеся но все пытаются что-то экспериментировать предлагаю посмотреть первую игру это монах зевсом против задиры со снежинкой посмотрим как это вообще сейчас у нас будет на экране вот сразу показывает у кого сколько побед поражений там плашечки и поехали здесь у нас паренек взял снежинку меч на задиру сразу говорю ребята не додумайтесь ставить меч меч подойдет только банши все остальные пешки должны играть с копьем если вы планируете играть на урон только копье только куртка на ману латный доспех рыцарский доспех там все вот это вот не надо куртка на ману на скорость куртка тоже не нужна потому что здесь короткие игры и она просто не не успеет поработать монах скорее всего будет расставляться от точки зевса у него есть как раз одна пересеченная но из минусов то что она в самом конце по талантам он взял благословение не понимаю почему потому что здесь достаточно быстрые игры как я уже и сказал и сделать много стаков достаточно сложно плюс потом он планирует выйти full стол но на мой взгляд лучше full стол выходить на равновесие получать эти бонусы вот у нас пока нету никаких модификаторов по идее после первых боссов они получат на выбор и что-нибудь возьмут вот сейчас у них идет процесс выбора наш братуха который играет на монахе взял хаос а вот там парень думает скорее всего он просто не ознакомился в начале боя и все нету ряды не вижу дряды у него в колоде дряда это пешка получается без энергии то есть ее можно брать в любую колоду взял он талант на желтый задир и как я понял он планирует вот да чисто слияниями сделать высокого задиру а за счет этого он потерял достаточно много стаков потому что он мог выставить сразу задиру начать качать дрядами абсолютно вот мимо я вот кляну здесь не понимаю это как будто бы просто для призывателя он решил сделать но опять же но он ему там не нужен было бы ряда здесь был бы тот же самый условно 5 задира но с тремя четырьмя клеверами монах я не понимаю что он делает у себя на столе я ну искренне не понимаю у него стоял хороший монах здесь он подумал что ему не хватит как бы что слишком далеко эта точка находится и перенес вперед потерял там какое-то количество стаков и начал подкачивать все это дело утильщиком то есть смысла от зевса сейчас на данный момент зевс никак не бустит его стол 10 снежинка замораживает волну задири полезно здесь пассивка но не работает потому что он решил не выставлять на точку зевса при прожатии да он получит какой-то бонус но опять же без клетки зевса бонус будет как будто просто монах будет стоять на точке гайки так зачем вам этот зевс если вы можете взять героя на буст урона и ну с кайфом его как бы раскрыть вот по стакам вот 4 1 задира стоял с четырьмя стаками но из-за того что нет ряда он просто его проскипал потому что у него нет выбора есть еще задира с четырьмя стаками на таких коротких играх это супер важно потому что каждый клевер увеличивает урон на 15 процентов то есть 60 процентов урона он просто потерял а здесь ну по два клевера но это несерьезно здесь надо делать больше больше ту же ведьму он взял было бы полезнее она бы еще забустила урон монах вышел коса криво в пол стол опять же взял утилян мог взять того же самого призыва на правом таланте чтобы перевернуть и все равно но было бы лучше я не понимаю вот смысла утильщика если ты планируешь так скоро выходить фул стол ты не набила сфер ты не сделал t7 t6 с таким же успехом можно было сделать намного быстрее на призыве но из-за призыва разгон стала был бы посильнее и стаков было бы побольше опять же дедушка дедушка скорее всего из-за того что он боялся как-то не выстроить фул стол я не вижу смысла в таком фул столе потому что они все первые да там пару пересечений закроется но можно было и по-другому сделать очередные бонусы то есть руками даса здесь окаменение то есть об этом надо думать то есть в одного монаха вы не поиграете через благословение потому что в хам закроют здесь тоже надо играть теми пешками которых много на столе потому что модификаторы интересные модификаторы душные и как бы надо разбираться по урону у парня сверху уже прям категорические проблемы потому что как я и сказал стаков могло быть намного больше плюс это снежинка брони она не режет она всего лишь замедляет а для задиры замедления ну не нужно потому что если он не убивает то он и не убьет лучше как-то забустится соответственно у этих игроков у него три победы ни одного поражения не хочется как как бы говорить плохое про них но я просто говорю их минусы поэтому у него нет побед потому что ну немного несопоставимая колода и герой и опять же выбор предметов ну я не понимаю я не понимаю этой курткой ничего никому не делал здесь у нас была куртка на ману уже полезнее хоть он и не попал во фракцию сета напомню на редких предметах нету но все почему-то собирают одной фракции здесь он на максовет собрал здесь он на свет собрал а хотя можно было чуть-чуть проанализировать что половина игроков играет на задирах дх либо техно либо маг совет вот такие фракции посоветовал вам ставить но правильно то что он решил скорее всего взять магический амулет потому что особо он не раскачивался и копье вот вот здесь все было почти правильно кроме того же самого дедушки хотя дедушка он мог рассчитывать то что попадется душня когда подставиться дедом но утиль утиль просто из колоды надо убирать ставить стабильно призывателя и получается зевса тоже сразу убираем гайка русалка то что он нравится тоже сойка не забывайте про стойку пожалуйста русалка гайка если вы играете кладами на урон вот ваши основные герои берете их от потребности если вам что-то именно от конкретного героя нужно выберете нужно течение русалка нужны прям бонусы гайка нужна скорость атаки плюс какой-то там тык 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 вот этот от стойки берете стойку все с первой игрой мы закончили по урону они постояли вот опять же 157 165 хотя на задире можно стоять 500 на 11 смело на монахи люди 1б я думаю стоят с правильными героями и правильным столом переходим ко второй игре и так во второй игре я хочу показать игру от своего соклановца шторма кто играет дольше знает что это очень хороший игрок на самом деле и вот его колода мне объективно понравилось местами да он конечно там чуть-чуть засыпал что-то не доделывал но здесь уже смотрится логичнее он не взял утильщика он взял талант на статую через острие чтобы она одна была на линии также орликин дряда химик все чтобы максимально делать много стаков максимально быстро и гайка не снежинка а гайка сверху тоже достаточно хорошая колода вы поймете почему уйдите урон и опять же правильные предметы за исключением амулета слабости амулет слабостей ну не знаю тоже никому не советую банши у нас на ковине плюс растущие злоба так дальше элементаль здесь понятно все будут играть с феи роста потому что игры очень быстро и толку от феи ярости которую вы тем более не настакаете ее почти не будет поэтому стабильно берем феи роста как я и говорил раньше и вот смотрим что он делает он аккуратно начинает выставлять задир вокруг статуи то есть не будет 4 задиры химик потому что не знаю почему почему он не выбрал ловчего для замедления он решил взять химика потому что планировал сделать высоким сразу скажу высоким химика сделать особо не получится но задиры и статуя будет отличными вот у него уже три задиры он берете модификаторы модификаторы которые будут повышать его стол то есть сейчас у него там какие-то друзья есть раз 30 случайно центральная пешка получает один ранг слияния то есть вот видите раз 30 секунд прилетает звезда и повышает ему пешки в данном случае для него это очень важно потому что во первых он может посидеть так когда задира активируется урона очень много и просто ничего не делая и подкапливая нужную ману за счет модификатора он столько всего экономит просто прикиньте 105 до т6 а в последующем 106 до т7 у него все будет опыта это сколько пешек сколько призыв можно сэкономить и получить тоже самый буст здесь парень пропустил пропустил модификатор причин не знаю здесь опять же берутся друзья здесь нужно взял сюрприз для банши чтобы наверное накопить больше стаков опять же есть в этом логика и вот шторм сидит все просто копит у него все опять же повышается в центре стоит статуя задира они все будут седьмыми но вот 4000 маны все вот 7 задира сейчас он дождется седьмую статую это блин ну вполне логично и потом нужно сразу вот на его месте чтобы отдел я сразу убирал химика с этой точки потому что от нее вылетает два задиры по стакам химика куда быть вправо бы отнес и начал максимально быстро набирать стаки потому что задира такая пешка не ну не стабильная он-то активируется то не активируется как видите под статуи урона прям супер много комфортно и надо очень быстро набивать стаки чтобы не потерять тот момент когда у вас начнется просадка 5000 маны все он должен просто в космос улетать по стакам копирует он ряд все под задир старается соединять там где-то 4 где-то 2 где-то 3 и опять же можно играть тем же самым вот этим задирой но вместо гайки русалку это очень хорошая вариация тоже с той же статуи можно но с кружкой я думаю кружка очень сильно забавает в данном случае потому что 60 процентов ну это супер много плюс лишняя мана если против вас какой-то душнила будет к счастью я не так много наблюдаю душных колод возможно это из-за того что они просто сразу уходят бан но видел и очень сильные душные колоды с которыми очень не хочется попадаться банша через ковина очень хорошо выставляется мечи он не взял либо они у него в откате либо он просто почти не посчитал нужному или посчитал что он не успеет их набить и все у него арлик дряда элементаль он сделал много стаков десятка 88 это очень хорошо высокие ранги и волна как бы дефается особо без проблем а единственный вопрос по боссам если будет не вести на пузырьки и тот же ассасин тот же бедлан перевернет первым потому что мгновенного урона ребята там ну такого нету прям вау здесь вот просадочка началась из-за того что не получилось как-то быстро скипнуть статую моно призыв уже большой я понимаю для чего он копит ману для того чтобы вот здесь тоже опасно на самом деле вышел огнерык хороший талант при использовании обилки героя выходит два огнеры и против вот такого задиры перед боссами нажать обилку если бы он ее не нажал то получается шторма бы ассасин и не пробил и у него остался получать самый сильный задира из всех и вот здесь из-за того что он потерял сам василия задира началась просадка но как видите могу уже по 800 потому что это уже задирас копьем магическим амулетом опять же куртка лучше на ману не знаю здесь в принципе тоже все правильно здесь уже ребята хорошие понимающие играли таланты на статую если кому-то интересно захочет играть этой колоды были оба левых принципе все правильно если играете с гайкой таланты на задиру такие если играете с русалкой берете 2 левый ряда стандарт лево-право и все здесь вот мне очень понравился колода я думаю ей можно реализовать еще больше и наверное сам буду ей играть урона соответственно тоже больше 220 3212 вот как то так поэтому не совершайте ошибки ребята если вы хотите прям топовые места занимать то ответственно подойдите к этому изучите и я надеюсь найдутся ребята которые делали их и после этого видео не буду делать пишите что есть комментариях было ли это видео полезным кто-то из вас ошибался на этом и пишите свои возможные колоды которые вы считаете что лучше чем эти может я чего-то не додумал и также на стриме сегодня мы будем отыгрывать турнир я еще специально не стартовал потому что у нас есть некие договоренности с другими ребятами с разработчиками и сегодня на стриме вечером мы будем проверять колоды я надеюсь мы сразу пять не проиграем а хотя бы там 50 60 сделаем в топ-100 войдем на этом все друзья всем огромное спасибо за просмотр за код автора всем огромное спасибо подписывайтесь на группу в телеграме на мой youtube канал twitch потому что стримы на плюс Субтитры сделал DimaTorzok